Привет, народ! У меня появилась прикольная идея, что если теперь в каждом видосе я буду задавать вам вопрос, подобный Аскредиту, а вы будете на него отвечать. Если ваших комментариев будет много, я сделаю из них целый видеоролик, что думаете? А вот, собственно, вопрос, на который отвечают только девушки. Но главное, чтобы ваш комментарий был с хэштегом «Хочу видос». Девушки, из-за чего парни должны перестать комплексовать? Учителя, какие самые умные ответы учеников вы слышали? Класс изучал пищеварительную систему и ее функционирование. Они решили закончить урок со временем вопросов и ответов. Хорошо известный классный клоун спросил, если дерьмо выходит из вашей задницы, потому что пищеварительная система находится на конце вашего тела, может ли дерьмо выходить из вашего рта, если оно не было полностью переварено? Весь класс разразился смехом и впал в хаос. Учитель естественных наук спокойно ответил, но тот факт, что вы задали этот вопрос, говорит о том, что дерьмо действительно не было. Дерьмо, что это действительно выходит из ваших уст. Мгновенно класс замолчал. Мы могли слышать падение скрепки. Однако знаменитый классный клоун покраснел и отказывался больше разговаривать с этим учителем. Итак, я преподавал в восьмом классе по математике. Я люблю разговаривать со своими учениками, и у них всегда есть возможность сказать что-то прямо мне. Это создает спокойную атмосферу, в которой студенты знают, что могут хорошо провести время, находясь на уроке математики. Обычно это не так. Это привело к большому количеству откликов как моих учеников, так и меня. Но это всегда заставляло меня смеяться. Студенты часто спрашивали меня, есть ли у меня ластик, который они могли бы одолжить, на что я отвечал. «Извините, мне не нужен ластик, ведь я не ошибаюсь». Да, это было так здорово. До одного дня, когда один из моих любимых учеников снова спросил, может ли он одолжить ластик. Он «Эй, мистер А, у вас есть ласти, которые я могу одолжить?» Я «Извините, я не ошибаюсь». Он «Ну а вот ваши родители, походу, да». После того, как класс окончательно успокоился из-за того, что кто-то наконец вернулся к моему мудрому замечанию, я сказал, что никогда больше не буду использовать эту фразу. На экзамене по истории искусств в числе вопросов входила такая процедура. Преподаватель показывает репродукции картин, а студент должен определить название, рассказать о сюжете и художнике. Так вот, одна студентка долго смотрела на картину эпохи Возрождения «Бегство в Египет», где Мадонна с Иосифом и младенцем Иисусом едут на осле, потом и говорит, «Какая-то женщина на осле скачет». Ну, я вам подскажу, это библейский сюжет, а из библейских персонажей женщин чаще всего изображалась Богородица. Ну да, назовем ее так, Дева Мария. Ну, а на руках-то у нее кто? Да черт его знает, ребенок какой-то. В общем, Богородица на осле с ребенком. Я не учитель, но один раз слышала, как студент, вытянув билет про животных, живучих в горах, рассказывал преподавателю, что горные козлы живут в горах, потому что если они спустятся с гор, они помрут от неправильного давления. В восьмом классе у меня была учительница, назовем ее Икс, которая страдала ожирением. Я имею в виду болезнь, это было отвратительно. Однако она всегда отрицала это, утверждая, что она здорова. Однажды студентам было поручено изобразить рисунок видов рыб в море. Класс часто делал глупые проекты, подобные этому. Во всяком случае, мой друг, назовем его Дрю, был ужасен не только в рисовании, а вообще во всем. Тем не менее, Дрю был известен как чрезвычайно смекалистый и остроумный. Он всегда был самым диким человеком в школе, любое оскорбление ему, и он мог ответить как дикарь. Учительница Икс ходила, или я должен сказать, перекатывалась по классной комнате, изучая работу людей. Когда она наткнулась на работу Дрю, она увидела его на неудавшуюся попытку нарисовать кита, так как это была самая большая вещь в его работе. Она принесла это перед всем классом. Ребята, вы видите этот рисунок? Вот это должен был быть кит. Потом она сделала несколько замечаний, которые были довольно забавными. Даже и Дрю смеялся. Тем не менее, она продолжала гудеть об этом. Дрю был сыт по горло. Это продолжалось почти 10 минут. Знаете, если бы я хотел получить более точный рисунок кита, я бы просто нарисовал вас. Класс замолкает. Молодой, молодой человек, я не толстая. Назовешь меня так снова и отправишься к директору. О, я не называл вас толстой. На самом деле, вы достаточно здорово выглядите для коровы. Наповал. Проклятие. Тишина. Как? Как ты смеешь? Я вегетарианка. Я не ем. Но да, судя по тому, что вы выглядите как баклажан. Она бросила в него ластик и выбежала из класса. Пошла она прочь. Покорно сказал Дрю под мелодию из Утиных Историй. Половина класса была в шоке, другая половина умирала от смеха. Это было не просто дико, это было оскорбительно. Но черт побери, это было хорошо. Когда я был на первом курсе, я был в трек команде. Команда была разделена на три части. Спринтеры. Это я. Бегуны. Тренер для бегунов был также главным тренером на всех трассах. Он был отличным тренером, но ужасным человеком. Поэтому, вероятно, его уволили за то, что он задолбал студента. Но я отвлекся, эта история не о нем. Мой тренер по спринту был очень крутым парнем. У него всегда было серьезное лицо, и он был очень занят своим делом. Но мы могли почувствовать, что у него появилось чувство юмора, когда был потерян профессиональный фасад. Я считаю, что он также либо соревновался на Олимпиаде, либо был пятым самым быстрым человеком в мире, либо и то, и то. Но я отвлекся снова. В нашей команде был старший, который работал в ресторане быстрого питания поблизости. Однажды он пришел на тренировку со шрамом от ожога на лице. Мы только что закончили разминку, когда наш тренер заметил ожог. «Какая девушка сделала тебе это?» Спросил наш тренер в шутку. На что старший ответил без колебаний. «Ваша». Мы все рассмеялись и заорали. Даже тренер улыбнулся. Нам потребовалось как минимум пять минут, чтобы успокоиться от этого ожога. По мнению нашего тренера, у нас было достаточно времени, чтобы провести еще одну разминку перед началом основной тренировки. В тот день было жарко, как в аду, но этот ожог был намного жарче. Как вы не давитесь от всей словесной диареи, исходящей из вашего рта? Мой учитель рисования – самый смешной и дерзкий учитель, которого я когда-либо встречал. Он очень спокойный, и у него было быстрое сухое остроумие, которое действительно привлекает нас, подростков. Всего несколько дней назад одна студентка, которую я назову Изабель, стала неудачной целью его последнего удара. Изабель – девушка громкая по натуре, и еще не овладела искусством шептать на уроках. Посреди его лекции о сиореалистическом искусстве, она решила наклониться, чтобы поговорить с кем-то рядом с ней. Ошибка номер один. Учитель остановился на полусловия. Сурреализм – это бла-бла-бла. Изабель, ты знаешь, что такое замолчать? Пытаясь язвить, она подмигивает своему парню, говоря «Конечно знаю. Мой парень знает кое-что о том, как меня заткнуть». Ошибка номер два. Учитель с отвращением отвечает. Как вы не давитесь от всей словесной диареи, исходящей из вашего рта? Класс, в шоке. Скажем так, Изабель была ошеломлена. И за рекордные 30 минут она ничего не сказала. У меня был потрясающий учитель математики в колледже. Анна Тилтман была маленькой и злющей преподавательницей. Она была одним из тех страстных учителей, которые преуспели в преподавании и действительно привлекали своих учеников. Однажды ученик рядом со мной отпустил какой-то глупый комментарий, показав, что не имеет понятия о материале. Она сказала «Нет, ты балбес». И не задумываясь бросила в него ластик для доски. Он перелетел через комнату и ударил меня прямо в грудь. Это был один такой большой резиновый инструмент для чистки доски. И на моей рубашке оставался квадратный отпечаток длиной 10 дюймов. Она сразу стала обильно извиняться. Я полагал, что не будет хорошо, если кто-то пожалуется, ведь у нее могут быть большие проблемы. Пока я довольно сильно Класс смеялся, она сказала «Ян, пожалуйста, встреться со мной после урока». Я ответил «Почему вы хотите, чтобы я добровольно помог вам с вашей целью? Я всегда любил этот предмет, но после этого дня он казался мне веселее». Можно ли добавить свой собственный ответ? Если да, то я все еще нахожу этот случай забавным 3 года спустя. На втором курсе средней школы я проходил первый курс по биологии. Тогда я не был жаворонком, поэтому я обычно был слишком уставшим, чтобы подвергать цензуре любые мысли, исходящие из моего рта. Я не могу вспомнить, что мы обсуждали в тот день или как возник этот вопрос, но кто-то в классе спросил учителя о том, какая пыль и другие частицы могут плавать в воздухе. Учитель ответил расплывчатым ответом, который отвечал на вопрос только в общем, но ученик сказал, что кто-то сказал ему, что в воздушной среде есть кал, мертвые клетки и все такое. Короче говоря, есть менее желательные вещи. «Так мы всегда вдыхаем это? Разве это неплохо?» спрашивает любопытный студент. «В целом да, но этого недостаточно, чтобы причинить вред», отвечает учитель. «Это все еще неприятно», комментирует обеспокоенный студент. «Внезапно, прежде чем я принял решение держать рот на замке, я сказал достаточно громко, чтобы весь класс услышал. И если тебе это не нравится, не стесняйся останавливать дыхание в любое время». Да, класс зашумел, этот студент был почти безмолвен, а учитель неудержимо смеялся. Прошло несколько минут, прежде чем они смогли собраться с мыслями и продолжить урок. Мой школьный консультант был также учителем математики. Он заметил, что один из студентов, назовем его Джо, явно копировал ответы своих соседей на тесты и контрольные. Однажды преподаватель проводил экзамен. На следующий день он отдал листы с ответами ученикам. Через минуту Джо поднимает руку и с негодованием восклицает. «У меня были те же ответы, что и у этих ребят, и вы меня завалили!» Учитель ответил. «Да, но у тебя был другой тест!» Мой учитель математики однажды помогал девочке, сидящей в конце класса. Какая-то другая девушка тоже нуждалась в его помощи и ждала его прихода. В классе было тихо, и нетерпеливая девушка закричала. «Я жду тут уже целую вечность!» Преподаватель немедленно отвечает. «Знаю, половина всех женщин в мире ждут только меня, но получить не могут!» Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 190 тысяч лайков. Всего-то 190 тысяч лайков. Если тебе этот видос действительно понравился, то ты обязательно поставишь лайк и напишешь в комментариях о том, чтобы я сделал вторую часть. Также, если хочешь, можешь нажать на колокольчик, я тебя не заставляю, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на мой прекраснейший телеграм-канал ты найдешь в описании под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok